Хорошо с тобой играть То он мне? Спасибо, Соник! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт И сегодня на повестке дня у нас Новая игра по Сонику Экзе Причем новая не просто, знаете, там на моем канале Новая, дескать, я раньше не играл, а сейчас поиграл И вот она для меня новая. Нет, она новая в принципе Она вышла около двух Недель назад на GameJolte или около того И уже многие из вас За эти две недели насоветовали мне ее И пересоветовали просто На несколько лет вперед, знаете, и в комментариях И в личных сообщениях ВК вы мне говорили Поиграй, поиграй, это реально эпик Вот давайте посмотрим сейчас Насколько это эпик Соник Экзе, The Spirits of Hell Должно быть что-то крутое по идее Вот наша бравая компания выстроилась уже Она целиком и полностью готова Готова к тому, чтобы мы в нее поиграли Ну а я, собственно, с своей стороны Целиком и полностью готов поиграть в нее Старт! Нажимаем и смотрим Что у нас ждет Мы смотрим, что это странное такое с моим голосом Соник HQ представляет Вот был хороший Соник Потом его спустило в канализацию Вылез, стал плохой Вот так вот, ребят, понимаете? Не ходите, если вы Соник В канализацию Там опасно Под землей Всякие Соники Экзе вас захватят И все такое прочее Соник The Hedgehog Эх ты, паразит такой Да, вот сейчас Сейчас по-любому страшным будет Сейчас по-любому О, да, на один кадр Но он стал Но он стал страшным И жутким Соником Экзе Гринхилл Так, начало Я вам должен сказать Блин, начало шикарное Ну реально, посмотрите на это Это, это просто Это можно с любой С любой обычной игрой Про Соника Это дело перепутать То есть речь заходит уже не о том Что там Экзе, не Экзе Знаете, самодельное, не самодельное Вот это выглядит просто Как какая-то часть Соника Обычная игра Довольно качественная Я смогу залезть там На этот самый А как тут можно ускоряться Ой, наверное, никак нельзя, да Просто прыгаем Ну ладно, бегаем, прыгаем В таком случае Давайте Вот в эту вот кишку И покатились, покатились, покатились Почувствую себя Соник Болом, как говорится Недавно буквально играл в эту игру Вспомнилось Соник, ты там? Да, здесь Тут кажется Нет никаких батников Хорошо Ты тогда можешь возвращаться Мы могли бы Не-не, я Пойду на прогулку Соник, но мы должны Подожди секунду Что случилось? Нихрена себе Скачут локации Прям диалоги разворачиваются Алло, Соник, ты там? Тейл звонит Сонику по мобиле Мне нужно найти Соника Быстро Чувак, ты чё, его мамочка, что ли, заботливый? Он просто пошёл погулять Это новое тело потрясающе Настолько быстрое и сильное, но Я по-прежнему не могу использовать его в полный потенциал Его предыдущий владелец мне не поможет Если я не соберу больше душ И я знаю, с кого мне начать Окей, шикар Что это? Что за красное говно там пролетело? Три жертвы теперь в опасности Выживут они или нет на следующий день Зависит от тебя Давненько я не видел Грин Хилл Соник любит это место Интересно, почему Соник не отвечает? Надеюсь, с ним всё хорошо Так, ребят, смотрите Перед этим был вот этот вот экран Знаете, весь красный Когда у нас Тейлз, Наклз и Эггман И мы должны выбрать, за кого из них мы будем играть Я это не заснял, потому что по какой-то причине Программа записи видео на этом моменте вылетает Я не знаю, как именно программировалась эта игра Какие шаманские вуду заклинания произносились Но записать её чертовски сложно, я вам должен сказать Программа записи вылетает при любой загрузке И при вот том экране Поэтому будем вот так вот рывками как-то записывать Вот наш Тейлзушка бежит Бежит, он бежит просто-напросто разбираться Как там дела у Соника? Куда это он пошёл гулять? Мёртвые животные? Что здесь произошло? Я не знаю, да какая разница? Мне нужно найти Соника быстрее, чем как быстро, как можно Не парься, Тейлз, давай покупаемся в мёртвых животных У-ху-ху, какое веселье Кишочечки Кровушка замечательно Да, ребят, опять мёртвые животные Ну понимаете, Соник Экзел в своём репертуаре Он что-то ничего нового придумать не может Всё становится хуже и хуже Что если я встречу убийцу? Возможно, мне стоит вернуться и предупредить остальных Нет, Тейлз, ты должен быть смелым Я думал, я увижу кого-то на расстоянии Да уж будешь тут смелым, ни хрена себе, ты должен быть смелым Я бы уже давно в обморок бы упал если бы увидел такое дерьмо. Тейлз, ты не будь себе так строг. На самом деле, кстати, мы могли бы сейчас, наверное, развернуться и взять кольцо, как это обычно бывает. Вспоминаем игру, на которую которая вот, кстати, мне вот жутко напоминает то, что я сейчас вижу, да, вот всё. Sonic X The Nightmare Beginning. Вот там прям всё вот прям как здесь. Тоже Тейлз, тоже он летит на своём самолётике и тоже происходит вот это. Но мы бежим дальше. Мы не будем поворачиваться к кольцу, если оно тут есть, потому что я сейчас смотрю плохую концовку. Это важно отметить. Я сейчас буду стараться получить максимально хреновую концовку. Так обычно и бывает, когда я начинаю играть в новую игру по Sonic X The. Здорово! Соник, слава богу, я тебя нашёл. Соник! Да ты так не радуйся. Сейчас тебя сюрприз ждёт. Сейчас Соник такой поворачивается. Я не Соник. Я всегда был женщиной. А ты не знал, Тейлз? Я тебе не рассказывал. Давай, поразвлекаемся. Опа. Эй, Тейлз, ты чё делаешь здесь? Я тебя сюда не звал. Извини, Соник. Я думал, тебе нужна помощь. Торнадо, что ли? Давай, у нас работа. Нормальный Соник. Соник, почему твои руки в край? Это что, так важно для тебя? Давай, Тейлз, забудь про кровь. Гениально! Просто отмазаны века. Ребята, представляете, приходит, не знаю, там, поножовщина, приходит куча оперативников, там, менты заходят. А почему у вас кровь, товарищ? И он говорит, а кровь у меня, потому что это разве важно, ребята? Отсваливайте, идите, занимайтесь своими делами. Потрясающе. Идите с Соником или улететь? Ну, смотрите. Я так понимаю, выбор будет влиять на концовку. Поэтому, раз выбор будет влиять на концовку, это логично. Кстати, может, тогда получается и не надо ни за какими кольцами возвращаться. Может, тут только выбор влияет. Ладно, короче, давайте идти с Соником. Мы же получаем плохую концовку, правильно? Окей, Соник, пошли. Давайте вот пойдем с Соником. Будет замечательно, будет весело нам, увлекательно. Гора. Так, окей, нам в эту сторону или в какую? Или, или, или подожди. Нет, Соник пошел туда, но может нам туда, я не знаю. Не, это... О, тихо. Смотрите, он толкает, он толкает невидимую стену. Тейлз, ты прям великий грузчик. Ну, ладно. Давайте. Бежим обратно. Музыка на заднем плане жуткая, да, жуткая достаточно. Ух ты, как мой. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Давай, лети, лети, лети. Лети нахрен отсюда, Тейлз. Слушайте, у него такое унылое выражение лица, он не в восторге. Он вообще... А сейчас он еще и... А сейчас он еще и задыхается, бедолага. Слушайте, такой грустный. Прям смотришь на Тейлза и прям... Прям, не знаю, прям грусть-грусть. Тоска-тоска, печаль-печаль. Я не могу. Какой-то нужен саундтрек из какого-нибудь хатика или чего-то в этом роде. Ну, такие у него печальные глаза. Ну, вообще, да. Я уже говорил. Я бы, скорее всего, просто плюхнулся нахрен в обморок, увидев такое говно, и все бы на этом закончилось. Но наш Тейлз выносливый. Так, ну че, полетели, что ли? О, ты уже зарядил самолет. Завел. Соник, что ты делаешь? Слышь, ну ты и пидор, а. А-ха-ха, как смешно. Хохочет там стоит. А-ха-ха. Мудень, а. Ты посмотри на него. Да, как бы, плохая концовка мне обеспечена, ребят, я думаю. Я думаю, мы к ней стремимся прям очень активно. Что это? А, это опять, блин, это опять. Опять идет экран выбора, и опять у меня запись обрывается как-то по-дебильному. Тейлз послал мне сообщение насчет Соника. Я надеюсь, он в порядке. Мне лучше исследовать это странное место. Вот так вот, ребята, это странное место. Судя по всему, в геморроидальном кишечнике доктора Эггмана, наверное, наш Нахлс обитает, потому что какое-то красное непонятное говно распространяется повсюду. Да, вы знаете, пришлось перепроходить все заново, чтобы записать вот этот кусочек, потому что игра-то там закрылась, как бы. Вот там те черный экран, вы видели? Там игра закрылась. Все. И все сначала. И теперь я жду, когда игра снова вылетит. Точнее, запись. Точнее, игра и запись. Я не знаю. Все одновременно. Классная игра. Она мне действительно нравится. Она интересная. Она клевая графически. Она достаточно клевая в том плане, что мы снова прочувствовали весь этот дух Экзе, понимаете? Началось вообще все как... Как обычная игра про Соника. Прикольная. Но все вот это вот оно сочетается с отвратительными условиями записи игры. Просто отвратительными, надо отметить. Я охренею. У меня теперь этих файлов, которые мне надо будет совокуплять в программе монтажа, их уже... Их уже 8 штук против обычных 4, знаете? Видеодорожка меня, видеодорожка игры, звук дорожки моего голоса и звук дорожки игры. Теперь их уже 8. Потому что уже потом... Потом еще игра вылетит. Будет уже 12. Зашибись. Ну ладно, это все не важно. Нас ловит Соник. Ловит поганая такая скотина. И своими вот так вот рогами, своими ушами, ежастыми иголками на нас наставляется. Нашел тебя. Молодец. Очень рад за тебя. Сраный ты сыщик, блин. Шерлок, мать его, Холмс. Это... Это кровь. Это был Соник? Если это реально работа Соника, мне нужно найти Тейлза. Смотрите, вот такого вот, по-моему, не было в игре. Соник Экзе Найтмер Бегининг. Кстати, я еще внимательно перечитал... Что это за хрень? Я еще внимательно перечитал... Ага. Ползем, ползем, ползем. Окей, хорошо. Давай. Внимательно перечитал, короче, надпись, которая была написана про два пути. Когда Соник с Тейлзом стояли. Когда перепроходил. Там написано, есть два пути. Какой выберешь, от того зависит, умрет твой герой или выживет. То есть, у меня есть подозрение, что, по-видимому, по-видимому, в этой игре действительно все, что имеет значение, это вот эти выборы, которые мы совершаем. Когда нам предлагают один из двух вариантов. А может, в будущем из трех, из четырех, я не знаю. Я знаю только одно. Это имеет значение. А кольца, наверное, тогда, получается, никакие собирать не надо. Что? Что от меня хочет эта игра, я не понимаю. Что делать? Что делать? Вот, что я залез туда, на этот столб? Нахрена? Я что? Мы что играем? В царя горы какого-то или что? Наклз. Ну вот, ну я, я выполз туда, куда-то. И дальше, и дальше все. Ну-ка, обратно, если. Оп! А-а-а! О, как! О, как надо, да? Вот моя цель, значит. Моя цель. Нельзя как-то ускорить весь этот процесс. Блин, ладно, хорошо. Сейчас еще раз, еще раз заползем. Смотрите, мне надо как-то запрыгнуть вот на ту стену, которая там вдалеке. Вот как это сделать, это тут еще вопрос. Может быть, он все выше и выше там поднимается, а я не вижу. Может, он реально все выше и выше? Может, надо просто подождать? Есть ли там дальше за экраном пределы этого столба? Или их нет? Ну-ка, давайте. О-па! Давай-давай-давай-давай! Ты что издеваешься? Мудень! Да сколько ж можно-то? Это что, потом игра зависнет и мне еще вот этот элемент перепроходить, что ли? Долетать вот там вот по тысячу... Да, господи, боже мой. Ну что ж ты, Наклс, ты мучаешь-то так меня. Издеваешься надо мной совсем. Ну давайте еще... Еще лезть. Давайте засечем, я не знаю, секунд, может, 15. Там, кстати, у нас время идет, между прочим. Две минуты мы уже этим занимаемся и... Не знаю, сколько мы можем этим заниматься, сколько мы должны этим заниматься. Я ползу все выше и выше. И выше и выше. Вы сами видели, я в прошлый раз почти долетел. Там оставались буквально миллиметры. Поэтому вот сейчас вот я вот так вот ползу и давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Опа! Сволочь! Ты что, охренел? Я что, ради того, чтобы в твои поганые лапы попасться столько ползал там? Корячился там, раком стоял вертикально. Хорошая попытка, Наклс. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха, ну ты, блин, скотина-то. Ну ты, ну ты, ну ты, ну ты, ну ты жестоко. Че ты такой жестокий? Ты че такой злой? хорошо с тобой играть. То он мне? Спасибо, Соник. Ты так стараешься их спасти. Возможно, тебе стоит просто уйти. Почему? Зачем мучить их постоянно? Интересно, почему ты позволил Тейлзу умереть? Ну, давай не будем о моих наклонностях, чувак. Ну, нравится. Ну, понравилось мне это. Ну, чё? Ну, кто из нас без греха, да? Того киньте камень или как там? Так много душ, с которыми можно поиграть. Так мало времени. Ты согласен? Ну, я согласен, но опять. Опять! Господи! Опять! Ладно, хорошо. Я надеюсь, это уже в последний раз. Сейчас я заканчиваю запись, перепрохожу всё до этого момента. Этот грёбаный экран смерти, блин, перепрохожу и запускаю запись, играя за Эггмана. Давайте. А теперь, ребята, готовьтесь поржать. Поржать надо мной и над моей невезучестью. Дело в том, что оказывается, вот тот вот момент, когда у меня был чёрный экран, ребята. Это самый конец! Это означает, что я зря снова всё переп... Я снова всё перепрошёл. И он мне сказал, что мне было весело с тобой играть. Почему ты позволил Тейлзу умереть? Бла-бла-бла. Я нажимаю клавишу записи. Нажимаю клавишу записи на камере. И только я готовлюсь. А теперь, ребята, играем за Эггмана. Как раз игра закрывается. С надписью «Хорошо тебе поиграть в следующий раз». Даже не дали поиграть за Эггмана. Нету возможности поиграть за Эггмана, ребята. Как во всех играх Sonic XZ, во всех пародиях на Sonic XZ. Нету. Если просрали за Тейлза и просрали за Наклза, всё. Нам не дают такого шанса. И толстячок остался без внимания, представьте себе. Поэтому, я так понимаю, если я хочу поиграть за Эггмана, я должен сделать следующее. Я должен взять, перепройти эту игру и сделать правильный выбор Тейлзом. Я должен улететь. Наверное. Наверное, я должен улететь и не связываться с Sonic XZ. И так же я должен как-то выжить за Наклза. Если там вообще будет такая же ситуация или какая-то другая. Ну, не важно. Должен выжить и всё тут. И тогда, наверное, мне надут играть за Эггмана. А так, оказалось, что я, блин, всё перепроходил напрасно. Зашибись. Зашибись, ребята. Самые лучшие 15 минут моей жизни. Это просто потрясающе. Ну, ладно. Бывает и такое. Бывает и такое. На этом мы заканчиваем. Естественно, плохая хреновая концовка получена. Sonic нам сказал, что мы мудаки. Что? Ой, как это ты мог позволить Тейлзу умереть? Ах, даже я не такая сволочь. Сказал нам Sonic. Но мы с вами не сволочи. Мы просто хотели посмотреть плохую концовку. И мы это, в общем-то, и сделали. Продолжим. Я думаю, всё-таки, блин, конечно, эта игра чертовски сложно, ребят, записывается с технической точки зрения. Но я думаю, я всё-таки постараюсь постараюсь достичь какой-то хотя бы средней концовки. Не знаю, если нехорошей, нехорошей. Ну, поглядим. В любом случае, пока что на этом всё. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. И всё на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok